Приветствую вас, дамы и господа, и мы продолжаем прохождение игры под названием Far Cry New Dawn. Как вы думаете, напарница уже откатилась? Точнее, чувствует себя получше? И могу ли я прямо сейчас её вызвать? Нет, до сих пор. А, нам нужны компоненты для того, чтобы... Для того, чтобы её вылечить. Я думал, тут по времени, то есть... На откат какое-то определённое количество времени. Два человека она убила. В принципе, она нам особо и не помогала, на самом деле. Но, с другой стороны, у неё есть транспорт, но я так и не понял, как её заставить его вызвать. Потом, смотрите, если она 15 человек убьёт, у неё откроется динамит. А потом тройная порция. Кидая три динамитные шашки подряд. Так, но у нас нет какой-то определённой травы. Можем этот компонент отслеживать. Ну, давайте. Окей, может быть, наткнёмся как-нибудь по дороге. Так, окей, и сейчас мы поедем к селению. Поможем. С её проблемой. Так. Да, всё вот так вот меточку разместим. Да, потом будем двигаться к Грейс. И там ещё куча народу останется. Так, погнали. Пока что мы лишь крошечную область открыли, изучили. Так, сюжетное задание. 22 сюжетных задания. На самом деле, не так уж и много. Но много ещё побочек, естественно. Всеми любимые аванпосты. Тайнички, вылазки какие-то, наёмники. И так далее. Так, а где мой мотоцикл? Как он замаскировался. Замаскировал его явку встах. Так, ну что ж, погнали. Видимо, в роли наёмников здесь также будут и животные. А сейчас немножко давайте прокатимся. Но опять я кого-то пугаю. Мужики? По-моему, это не рейдеры. На рейдеров они не очень похожи. Тем более бегают с луками, а не с огнестрелом. Так, а вот это вот рейдеры. Я вижу твою стрёмную морду! А? И что ты сделаешь? Человек всегда был умней искусственного интеллекта. Давай, 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 давай. Твою мать, погоди! Не хотел так жестоко. Но что поделать. Она здесь одна, кстати, была. Здрасте, здрасте! Не обращайте внимания, я просто тащу труп женщины к себе в люльку. Но, к сожалению, так нельзя сделать, по-моему. Да, я просто бросаю её на землю. Так, ну ладно, поехали дальше. Не время отвлекаться. У нас важное задание. Нам нужно как больше народу созвать к себе в лагере. Мужик? Ты живой? Не похоже. Очередные рейдеры. Блин, постоянно хочется остановиться и осмотреться. Но я пытаюсь, пытаюсь преодолеть это желание. Пока не очень получается, я постоянно останавливаюсь, конечно. Так, и в итоге мы на какой-то аванпост заехали. Да это всего лишь пчёлы жужжат. Ничего серьёзного, ребят. Можем, в принципе, обойти, но... Нужно ли это делать, когда мы можем зайти и почитать записки, как минимум? Дневник выжившего. Рейдеры неумолимо идут вперёд. Они заполонили всю долину и забирают всё, что могут найти. Я скрываюсь от них уже несколько недель. Сплю в укромных местах среди обломков. Если ничего не изменится, скоро я умру от сердечного приступа. Нужно уходить из этой долины. Блин, здесь миллиард на самом деле. Был бы дробовичок. Нам на следующую гонку приедут главари других отрядов. Устроят там себе этот сванный ужин. Блин, всё-таки они меня спалили. Девчонка! Девчонка! Нигде за не вижу! Девчонка! 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 Больно! Может вообще взять дубинку и бегать, как сумасшедший с этой дубинкой. На какую кнопку у меня дубинка? Так, это кулак. У меня же она была. Ладно, сейчас разберёмся. Не обойму, а магазин. Да хлопают они, конечно, неплохо. Испытание пройдено. Снайперская винтовка. Новичок. Вот я медальку вроде как получил. Где посредний? Я не вижу. Классные выстрелы. Так, ну и самое время немножко здесь осмотреться, подлутаться. Лута здесь полно. На самом деле хочется дробовик уже или пулемёт скорее. Может быть у кого-то из них был дробовик? Я вообще не вижу, где их оружие. Использовать щит можно зато. Так, и что насчёт дубинки? Да, у меня есть дубинка, но на шестёрку она. Странно, почему она раньше не доставалась. Кажись, их оружие куда-то отлетает постоянно. Потому что я не вижу ствол. Либо они безоружные были, но... Они явно стреляли. Так, где-то ещё по кустам. Или наверху, по-моему, кто-то оставался. Вот великие позы. Тут, конечно, надо отдать должное. Так, кажется, их дроб какой-то сбросили. Серьёзно? Это Far Cry уже и Battle Royale, видимо. Так, ну ладно, давайте сгоняем, посмотрим, что за дроб. Что-то похоже на airdrop, по крайней мере. Переключимся на пистолет. Всё, трава есть. Мы можем вызвать уже женщину нам в помощь. Помощи от неё никакой, на самом деле, но... Ну, хотя бы скучно не будет. Обыскивайте грузы с припасами, чтобы добывать редкие ресурсы. Да, действительно, это airdrop, лоу. По-моему, гениально, надо добавить airdrop в сингловую игру. Так, ну вот и дробовик. Ладно, давайте возьмём. Возьмём дробовик, пока будем бегать с ним. Так. Ну-ка, давайте посмотрим. Куча... О, это оно! Куча, слушайте, куча ресурсов. Чуру моё, получим достижение. Неплохо, на самом деле. За дробчиками можно отправляться, в принципе. Если увидим ещё один airdrop, то обязательно... Обязательно за ним полезем. Так, ну всё, можно уже возвращаться на наш путь. Если таким макаром проходить игру, мне кажется, уйдёт часов 40. Каждый раз останавливаться, разбираться с ресурсами. Так, где я оставил мотоцикл? Уже рассыловлен. Я до сих пор не доехал. В идеале, конечно, иметь дробовик, иметь пулемёт и иметь револьвер какой-нибудь для дальних дистанций. Слишком много здесь против... Ну, или можно дальнобойную какую-нибудь снайперскую винтовку и прям выбрать позицию на горе и по одному всех отстреливать. В принципе, здесь любое оружие зайдёт неплохо, на ура. Так, и вот мы приближаемся к этой мадам. Давайте вызовем, вызовем нашу подругу. Боевую. Так, состав отряда. Вернуть в строй. Мне кажется, она быстро отъедет. Так, и теперь навык можем вкачать. Да, 4 монетки у нас есть. Соответственно, в первую очередь я предлагаю вкачать либо бинокль, либо горелку. Но так как мы сейчас будем на ближних дистанциях воевать... Блин, у них есть камикадзе, похоже. Заминированные транспортные средства. Или кошку. Нет, давайте горелку всё-таки. И одно очко у нас осталось. За одно очко ничего открыть нельзя. Так, ну ладно, ничего страшного. Могила Инквизитора. И обнаружено место. Весь квадрик. Так, ну женщина, скорее всего, где-то здесь. На самом деле, видимо, метку я мимо поставил. Хотя нет, смотрите, она дальше. Ладно, давайте туда, к ней и доедем. Двадцать лет, она где-то здесь. Она на дерево, что ли, залезла? Ну да. Да, вот она. Так, и здесь у нас ресурсы есть. Серьёзно, дробь не попала в первый раз? Здорово. Ну и бутылки так себе рассыпаются. Кровенно говоря. Так, ингредиенты. Что у нас здесь? Отличное местечко, чтобы расслабиться. С трудового будня. Так, и мы видим вертолет. Видимо, нам лезть, я так понимаю, зачем это нужно будет. Дружочек, у меня тут случай эпического провала. В прямом смысле этого слова. Я эти выращиваю, травы. Ну, ты понимаешь. Не спрашивай, какие. Те самые, да, те самые. Я притащила сюда свой полевой комплект, и... Хе-хе. Он упал. Свалился, блин. Прямо в эту странную дыру. А там типа результат всей моей работы за год. Что за набор? Ну, за последние полгода он спас меня от восьми недостаточностей и четырёх инфекций. Я, конечно, могу вырастить всё заново, но если по чесноку... Ну, реально, дружочек, эта аптечка, я без неё сдохну. До следующего урожая точно не дотяну. Да что там, до следующего месяца. Сейчас люди мрут от любой заразы. Достанем аптечку, и мы протянем ещё какое-то время, чтоб с чистой душой сдохнуть в бою, а не от того, что наступил на гвоздь. То есть ты предлагаешь мне самому туда спуститься? А, нет, она со мной или нет? Нет, она будет стоять здесь. Или... Да. Интересные ракурсы она нам демонстрирует. Ладно, ладно. Так уж и быть. Погнали вниз. В принципе, можно туда спрыгнуть. Так, ну чё? Мы готовы к настоящему профессиональному прыжку. Ну, это было очевидно. Так, и отправляемся на корм к рыбам. А, святые сиськи, инди. Кажется, тут не подняться, дружочек. Придётся найти другой способ. Неужели здесь будут рейдеры? Пока что спокойно и тихо, на самом деле. И даже освещенная территория. Может быть, здесь какие-нибудь звери будут? Честно говоря, я сейчас утонул, по-моему. Или нет? Да, я могу утонуть. Задохнулся. Какое-то время я, конечно, под водой смогу провести. Но уровень воды поднимается, поднимается. Я думаю, здесь по скрипту будет. Сколько у меня запаса? Видимо, немного. Так, теперь проблема в том, что вода не поднимается. Нужно больше воды, чтобы затопило там всё. Осмотрись. Блин, опять плыть. Я уж обрадовался, когда я всплыл на поверхность. Я обрадовался. Всё, это закончилось. О, ну, естественно. Естественно. Кто-нибудь обязательно здесь должен был напасть. Тихо-тихо-тихо-тихо, пёсик. Хороший пёсик. Хорошие пёсики. Хорошие пёсики. Плохой пёсик. Как он хватил меня между ног всё-таки. Несмотря на то, что я перепрыгнул. Кстати, можно же мясо с них собрать тогда. Раз уж мне пришлось побывать в шкуре Докхантера, мы сдерём тогда шкуру с собак. Нет. Опять плавать. Ужимай шифт, чтобы плыть быстрее. Я, честно говоря, не отпускал шифт. Я сейчас задохнусь. Всё, кажись. ГГ. Давай, чуть-чуть протяни. Совсем немножко. Вот здесь вот. Какая трагическая смерть. Застрял в бетонной стеме немного. И задохнулся без кислорода. Там, видимо, где-то по пути можно было всплыть ещё. Но я думаю, что прорвусь. Он так долго задыхался, мучился. Больно было на это смотреть. Ещё больнее было наблюдать его смерть нелепую. Ну и, конечно, всё заново. Это тот момент, где уровень воды только начинает подниматься. Разве это не прекрасно? Ещё немного поплавим. Поубиваем собак. А потом снова задохнёмся и с этой точки. Можно вроде как сохраниться, на самом деле. Так, по-моему, давайте действовать уверенно и быстро. Можно же сохраниться? Последняя точка, видимо, нет. Только автосейвы. Либо в настройках глянуть. Так, сейчас выбегать будут псы. Да, вон он уже стоит, поджидает меня. Можно, кстати, здесь даже по стелсу псов обойти, судя по всему. А может и нет. Нет, не похоже на это. Почему такой слабенький урон? Из дробовика впритык по собаке. Дроби, в конце концов. Надо обязательно целиться. Чтобы критовать по ним. Так, давайте соберём всё-таки шкуры. Они могут пригодиться в дальнейшем. Так, здесь сейв, смотрите. В принципе, пока нас особо не подгоняют, мы можем взломать его. Посмотрим, что там в сейфах вообще можно обнаружить. Титан. Почти 20 штук. 19 штук титана. Титан, наверное, это дорогой ресурс. Так, ну вот то самое место. Может, сначала надо как-то... Да, не, вряд ли. Где здесь можно всплыть по пути? Вы видите где-нибудь место, где можно всплыть? Здесь нельзя. Блин, сейчас опять задохнусь. Нет, братишка, держись. Здесь я тоже сомневаюсь, что мы... Нельзя здесь. Нигде вообще нельзя. Он задыхается уже. Здесь негде. Он просто устает слишком быстро. Слишком быстро заканчивается кислород. Я даже на этот раз до того момента не доплываю. Может быть, у меня вообще не туда. Может быть, где-то здесь есть дополнительный проход. Нет, в итоге я обратно вернулся. Если сюда бежать, кроме ресурсов, найти здесь ничего нельзя. Да, один путь туда, но я не вижу места, где можно всплыть. И подышать немножко. Да, только туда. Зажимаю shift. Спешу. Нажми shift, чтобы плыть быстрее. Я зажал. И не отпускаю. Вот здесь уже персонаж начинает задыхаться. Всплыть негде. Давай быстрее, братан. Но быстрее. Рывками. О, получилось на этот раз. Но он задыхался, он был на грани. Так, какая-то записка. Записка сектанта. Проклятый помощник. Сколько пакостей понаделала эта сволочь перед коллапсом. Все должны быть осторожны. Если желтый клапан открыт, ни в коем случае не трогайте красную трубу. Она так раздобана, что сразу взорвется. Хватит с нас диких зверей, которые сюда пробираются. Чудо, что эта штука еще не рванула. Это намек. Сейчас давайте здесь осмотримся сначала. Хотя здесь больше ничего и нет. Так, что там за скрипучее волшебство-то применило? Сделай это еще раз. Вентери покрути или очаге подергай. Короче, увеличь давление. Ну, вроде увеличь. Окей, надо ждать или нет. Я могу их закрывать и открывать. А, нужно открыть все вентили на вход именно. Соответственно, этот закрыт на выход. На выход. А этот на выход или на вход? Ну, видимо, на вход. Соответственно, наоборот. Мы делаем вот так вот, видимо. Да, открываем. Все остальные... Как надо были в нужном положении. Ну и теперь плыть. Мое любимое занятие. Плыть до тех пор, пока наш персонаж не задохнется. А задохнется он очень скоро, как мы выяснили. Объем легких у него небольшой. И он все медленнее и медленнее плынет. Газует, братишка. Все, он уже задохнется. А нам еще плыть достаточно долго. Может здесь... Да, здесь вроде как... Можно подняться. Повезло. Так, ну и дальше. Очередная... Часть головоломки, если это можно назвать головоломкой. Там стрелы, но я их взять не могу. У меня нет места. У меня и так полно этого барахла. А если бы я стоял здесь по центру, меня бы убило. Скорее всего, да. Нет. Может быть хватит. Змеи, это не клево. Беспокойные твари. Будь осторожнее. Теперь здесь еще и змеи. Как она вообще догадалась, что здесь змеи? Я же ей ничего не сообщил. На самом деле... Да, я слышу, змеи действительно здесь присутствуют. Блин, сейв, который я хочу открыть, придется... Вот так вот залезть на него, запрыгнуть. Чтобы змея меня здесь не достала. Наверняка она не сможет залезть сюда. Это же змея. По крайней мере, она меня не трогает особо. Так, снова титан. Мне показалось, сначала это бобер, потом маленький медвежонок. Но в итоге это совершенно какой-то другой зверь. И вон очень бронированный. Но он отступил. Это росомаха. Но коцнуть он мне не успел. Записка сектанта. Мы умирали в сырости, больные и голодные. Но однажды наверху показался Иосиф. Все, что он предсказал, сбылось. Предсказывал. Я знал, в глубине души я знал, что Азиас жив. Я никогда не верил в него так сильно, как сейчас. Он говорит, что мы оставили прежде мир в прошлом. И это прекрасно, потому что я больше не хочу видеть это проклятое место. Пусть утонет в водяном аду. Я поднимаюсь наверх, в новый Эдем. Ну-ка, скоро мы, видимо, встретимся с Иосифом. Снова змеи! Надеюсь, хотя бы росомах не будет. Но будут крокодилы. Я продолжаю жрать Д на всякий случай. Слушайте, а наш персонаж силен. И кожа крокодила, я думаю, ценится неплохо. А стрелять я не могу, да, во время плавания. Вот говно! Еще больше воды! Шевели жопкой, дружочек! Бегом, бегом, бегом! Выпрет пассы для дробовика где-то по дороге собрал. Так, я заблудился. Откуда я пришел? Ну вот, лестница. Слушай, ты сейчас вообще супергерой, да? Типа, человек-фитнес! Ты справишься! Я в тебя верю! Взмея, кстати, сдохла по каким-то причинам. Видимо, от старости. Слушай, пернатые сиськи, ты справился! Захвати мою аптечку! Не забудь, ладно? Захвати меня! Интересно, у нее словарный запас. Интересно, у нее лексикон, скорее. Я мог бы забраться назад и попробовать прыгнуть снова, на самом деле. Зацепиться за винт какой-нибудь. В конце концов, воспользоваться каким-нибудь крюком кошка. Интересно, а если бы я вкачал кошку? Я бы смог туда забраться? Минуя все это говно. Обеспечить всех аптечками, как только доберусь до оригинала. Господи, родок какой! Чуть не продолбала ее. Ах, ты моя симпапушечка. Она снова с нами. Как же это облегчит мне жизнь. Теперь, когда расчесываешь укусы, можно не бояться занести инфекцию и помереть от сепсиса. Ну, спасибо. Респект тебе. Я вообще собиралась помогать людям, все такое, а не корешки в грязи дергать. Можно я пойду с тобой? Устрою лабораторию у тебя в саду или где угодно. Прокачаю твою иммунную систему. Будешь чувствовать себя зашибись. Конституция, вот это вот, все. Я, короче, там сейчас обустроюсь, да? Ну все, я пошла. Обживусь там. Еще раз спасибо, дружочек. Да, ты всем выжившим явно понравишься. Так, ну и вот. Ну вот и все. Получили мы еще очки. Насколько я понимаю. А нет, одно очко у нас до сих пор. Можно здесь, в принципе, осмотреться. Здесь какой-то барахол еще осталось. Куча ингредиентов. Мне кажется, у нас и так достаточно всевозможных ресурсов. Надо бы как-нибудь уже вернуться. Вернуться обратно на базу. Обратно к нам в лагерь. Так, ну я уж все ингредиенты не буду искать. Четыре нашел. Этого, я думаю, будет достаточно. Так, а где я бросил мотоцикл? Мотоцикл. Где-то недалеко, интересно, он задеспаунился или остался? Он задеспаунился. Ну да, я все-таки дох. Так что теперь на своих двоих придется нам, видимо, перебираться. Так, побег, сюжетное задание. Доберитесь до угольной шахты. Награды мотоцикла. Сможем его респаунить. Я вызвал Кармино. И вот, смотрите, она как раз и доехала к нам на транспорте. Так что не придется идти пешком. Тормози! Что ты делаешь, женщина? Ну посади женщину за руль, как говорится. Нормально. Остановилась, по крайней мере, не впилилась куда-нибудь в дерево или в камень не въехала. Как ты себя чувствуешь? Так, прекрати, прекрати это дерьмо. Что ты делаешь? Ты так соскучилась? Что, что мне известно о прошлом, я узнала из рассказов родителей. Ни по фотографиям, ни из фильмов или книг. Из рассказов. Ведь больше у родителей ничего не осталось. По-моему, я ей нравлюсь. Она так обнюхивала меня. Мне кажется, она успокоилась. Ладно, друзья, на этом мы остановимся. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.